Мне нравится с теми болтать, там у всех всё узнавать. Ну, короче, есть у неё такое, что она очень любопытная, вот, поэтому как бы мы её прозвали тётю Лену. Я только увидела ролик, как она бьёт горе, но не могу стыть, давай выдруну. Так, жаль, что близнецы ушли, да, очень жалко. Больно было губки, ну, терпимая боль. Привет. Мала для проекта, господи, живите нормальной жизнью, работайте, как все, за деньгами гонитесь. Кто вам сказал то, что мне не хватало денег, и я пришла сюда за деньгами? Проект не про деньги, на самом деле, это... Вы глубоко ошибаетесь, если вы думаете, что это так. Это всего лишь, ну, наверное, какой-то дополнительный бонус, не более. Мне кажется, что у Буэна есть женские гормоны, он иногда так разговаривает. Ну, многие это отмечают, как бы, что есть, то есть. Но я думаю, из-за того, что, как бы, он из Белоруссии, да, там все, наверное, такой вот, ну, как бы, там, в принципе, такой, наверное, какая-то называется, такая манера общения, не знаю. Почему ушел Паша? Ну, это когда было-то, господи, боже мой, уже месяц прошел, как он уже ушел. Поэтому... Ушел, потому что захотел уйти. Как переставить при панической атаке себя, ну, короче, что задохнешься. Чтобы понять, что ты не задохнешься. Это всего лишь паническая атака, которая там длится, ну, не так долго. Жаль, что так Максима не присмотрелась в бизнес, который. Ну, как бы, я знала, что мы друзья еще год назад. То есть я изначально выстроила эти рамки и поняла, что, ну, мы не можем быть там парой, потому что, ну, вот, ну, вот так вот, как бы, я это как-то сразу почувствовала, что мы просто друзья. Вот, поэтому присматриваясь, не присматриваясь, я все равно, ну, как бы, мужчина его не могла никогда приставить, потому что мы просто вот дружим. Очень красиво, спасибо. Общаешься с Барзиковым, как он тебе? Нет, я с ним не общаюсь. Надо очень много воды пить, теплой, простой воды, это самое главное. Да, я пью жидкость в большом количестве. Я на что с ним дома сейчас? У меня кашель, насморк, и все, вот сейчас температуру проверю, сейчас как раз, наверное, уже прошло время. Не знаю, мне так руки еще трясутся. Ну, температура у меня 37. Не знаю, может быть, из-за того, что я активно разговариваю, это же тоже как-то влияет на это. Надо же вроде как мерить смирно температуру. Ну, короче, не знаю, 37 у меня сейчас. Как там Женя с Кристиной? Вроде у них все хорошо. Отпишусь от себя, за бабками гоните, идите работать. Видимо, у человека проблемы, поэтому я это сделала за тебя, чтобы тебя больше не злить. Прямо, звездой стало, столько вопросов, да? Кажись, коронавирус у тебя, блин, да нет. Вряд ли, корона. Так. Вам не нравится Морошов? Блин, Ромашов, мне кажется, норма пара была. Не знаю, Ромашов не в моем вкусе, мне такой не нравится, типаж мужчин. У меня нет, у меня не милирование, у меня аэртач. У меня, кстати, волосы почти высохли, я их сейчас мыла. Думаю, косички, короче, заплестим. Работать, мажор-блогеры? Нет, не работаю. Такая красиво-спасибо, губы нет, я качала. У меня полтора миллилитра в общей сложности. Скажи, я бабушке на прямой эфир, это иногда смотришь. У нее уже закрыт аккаунт, вот, я просто не успеваю подписываться, потому что, как бы, каждый месяц она создает новый, и, тем более, на доме тут нету свободного времени. Я иногда даже свой этот инстаграм забываю вести. Уж про то, что смотреть там сторисы или наблюдать за прямыми эфирами, это вообще самое последнее дело, наверное, сейчас, потому что очень много событий не до этого. Расскажи, как ты избавилась от РПП. Ну, очень долгая история, я ее вчера рассказывала, вкратце. Вослобная каждый день в одно и то же время? Нет, всегда по-разному. Иногда в шесть, иногда в девять, иногда в восемь, иногда в семь. Много свободных девушек женских. У нас вся женская спальня переполнена. Чтобы вы понимали, ни одной свободной кровати нет. То есть, соответственно, у нас девять одиночек. Давай без эффект. Нет, у меня больной вид, поэтому... Только фильтр меня спасет. У тебя сейчас выпрямлены волосы? Как ты выпрямляешь их? Нет, у меня сейчас волосы мокрые, и они сохнут. Вообще такое пока что себе. Да, по-любому корону есть разница относится к этому. Лечить, давай. Да, блин. Ребят, я болела короной, и когда я болела короной, у меня не было обоняния. У меня... Ну, как бы я понимаю, что и без этого может быть корона, но мне почему-то вот внутренний голос подсказывает, что это просто простуда. Потому что я реально ходила как бы в кожаной... Ну, вот в смысле в кожаной, в косухе ходила, когда было очень холодно. Я помню то, что я прям замерзла. Вот. И еще плюс у нас Бигрина кашляла прям. Ну, Захарова тоже кашляла. И я понимаю, что это не может быть прям короной. Ну, как бы, конечно же, не могу утверждать, но были такие моменты, когда мне было очень холодно, я замерзла, и, естественно, это повлекло за собой вот такие вот симптомы. А кто тебе на проекте более-менее нравится по типажу? Честно, никто. Да все хорошие, что рассказывают. Так все понятно. И так все видите. Что за драка была у Захаровой Голи? Помирились? Да, они общаются. Ну, они в смысле не общаются, но они помирились. То есть, как бы, ничего такого больше не было. Кто как лично старается на доме? Я ко всем нейтрально отношусь, не могу кого-то выделять. Как похудеть? Просто уменьшить порции, забыть про еду. Вспоминать про нее тогда, когда просит желудок. Да, это сложно, но, как бы, если ты хочешь похудеть, то ты должен уже питаться как худой человек. Вот. Если не получается, значит, не хочешь, нет желания. Наверное, будет большой мужской заход. Да, я очень жду и надеюсь на это, что будет много мальчиков. Но я не могу утверждать, потому что, естественно, я ничего не знаю. Могу только предполагать. Вот, поэтому. Сколько у нас осталось дней? Три дня до прихода. Сегодня что? У нас четверг, пятница, суббота, воскресенье. Ну, четыре. Вот. Покажи, пожалуйста, косметику. У меня косметика в женской спальне. Я с собой не брала. Я бы взяла из того, чтобы... Выходит налог на. Необходимое все самое. Какой вес и рост? Вес у меня... Ну, когда я пришла на проект, у меня был 60 грамм вес. Рост у меня метр шестьдесят пять. Ну, как бы на счет веса я не знаю, потому что здесь дурацкие, на самом деле, весы, знаете, такие, которые... Ну, короче, какие-то непонятные. Я поэтому им не доверяю и не взвешиваюсь. Хочу свои весы сюда привезти. Как-нибудь. Так. Так. Ничего не могу сказать вам. Все вот эти тесты, это бесполезная фигня. И вообще, как бы, они и работают, по-моему, на... До четырех дней, там. Бигры на сармышовом? Нет, они не вместе. Кстати, вот не знаю, почему у вас прям, ну, вот такое... Ну, типа, мне интересно, почему у вас такой вопрос. Типа, рост. Все спрашивают, мой рост. Почему вам так это интересно? Ну, и, типа, и вес тоже. Ты не замерзла в бассейне, то есть купалась в холодной воде. Ну, вот, видите. Поэтому какая корона? Господи, боже мой. Ну, кстати, тогда, когда я купалась в бассейне, было очень тепло, то есть был очень теплый день, и вода нагрелась, то есть было не холодно. Ну, и как вода была не холодной, так и, в принципе, было не холодно. Такое похоже на маму или на папу? На маму. И на папу. Да, кстати, это басики тусила. Зачем? Ну, чтобы вы спросили, потому что я, наверное, люблю плавать, и поэтому я пошла в бассейн провожать летний сезон. Ну, такие вот, конечно, глупые вопросы задаете. Зачем бассейн? Наверное, чтобы вы спрашивали, почему там люди купаются. Где ты лежишь? Я лежу в комнате. Вип-доме. Салют. Салют, бризи. Я делала губы, да, делала. Ну, это прям много, я вешу при росте в метр шестьдесят пять, пятьдесят шесть килограмм, и то у меня есть лишний вес. Так, теперь как вышли, теперь вы вышли. Знаете, у всех телосажение разное, у всех организм разный, поэтому много-немного это не вам судить. С кем заселилась? Ни с кем не заселялась, я одиночка, я просто болею, и поэтому попросилась в отдельную комнату, чтобы никого не заражать и спокойно вылечиться. Ты налобно не идешь? Конечно, не иду, потому что я вообще на улицу не выхожу, мне вообще нельзя выходить. Приятная девушка, спасибо. Сколько лет твоим родителям? Маме сорок, папе сорок четыре. Вот. Разотульшка шли всех, ты умничка. Да, спасибо. Первый раз, когда я пришла на проект, камеры не напрягали. Первый раз вы имеете в виду, когда месяц назад. Просто я была в гостях, когда к Марине приходила, и тогда, ну, поняла, что это такое вообще. В принципе, я была готова. То есть я пришла, и типа, ну, окей, типа, камера да камера. Приведи себя парень. Да был бы парень, ребят, я бы уже привела бы миллион раз. Вот. Все, понимаете, какие-то не такие вот, реально, ну, не то. Тем более тут не всех берут в плане, там, внешности. Ну, самое главное, чтобы человек хорошо смотрелся еще в камере. Ну, естественно, я там никакого колхозника у меня, ну, и не ищу, в принципе, да. Поэтому если приведу, то все с этим будет. Ну, да, вы не будете этим проблемами. Почему я отвечаю насчет Дженни и Крис? Да потому что уже бездолбали спрашивать вопросы. Потому что я к ним никакого отношения не имею, понимаете. Я им не мама, не папа, чтобы вам какие-то давать ответы. Вот заходите в их прямые эфиры и спрашивайте. У меня страничка про Яну Африкантову, а не про других людей. Заходите к каждому и спрашивайте, почему вы пытаетесь через третьих лиц что-то доузнать. Вот кому не захожу в прямой эфир, что уже не с Кристиной. Я, конечно, все понимаю, но меня эти вопросы реально уже сдолбали. Они у меня уже просто везде. Не хочу я отвечать на эти вопросы, потому что я хочу пообщаться на какие-то, ну, такие, как сказать вам, непринужденные темы. Что было с идеей? Ничего не было. Вы прикалываетесь? Вы еще спрашиваете про это? Как у тебя проект? Хороший проект. Нравится. Кто по гороскопу? Я по гороскопу Овен. Родилась я в год змеи. Еще у меня инициалы яд. Яна Денисовна. Поэтому, мне кажется, это неспроста. Как вы думаете? Смотрите, я родилась в год змеи. По знаку зодиака я баран. И Яна Денисовна, что в сокращении, это яд. Давайте. Накидайте со своими слишком. Ну, мне кажется... Что-то о чем-то говорит. Видела бы ты себя со стороны. Да вижу. Пишем, потому что не знаем, у кого уже спросить насчет них. Ребята, вы такие нетерпеливые. Так не будет интересно, если вам будет за неделю все рассказывать до этих эфиров. Смысл тогда вообще, в принципе, проекта, если вы будете заранее знать всю информацию. Смотрите, эфиры. Вот так будет интереснее и понятнее. Вот. А типа складывать, как пазл, вот эти слухи, сегодня так, завтра по-другому. Понимаете? Смотрите, уже эфиры. Так будет интереснее. Чего вы такие, прямо, я не знаю, нетерпеливые? Хочешь остаться на дунвайле, хочешь уйти? Нет. У меня нет такой мысли, чтобы уходить с проекта. Пока все устраивает. Да, временами тяжело, но кому тут легко. В принципе, тут всех цепляют, если так уж посмотреть. Сегодня меня, завтра там других девчонок, потом там парни еще тоже постоянно тюкают. Ну, короче, это нормально. Конечно, когда очередь до самого себя любимого доходит, конечно, жалко. И как будто кажется, что ты какой-то особенный, тебя там по-особенному обижают. И все в этом духе. Но давайте будем объективными. В принципе, цепляют всех. Поэтому это нормально, наверное. Какой должен быть идеальный для тебя молодой человек? Человек, который будет искренним, который будет честным, который будет уважать меня, уважать мои принципы жизненные, уважать моих родителей, родственников, то, чем я занимаюсь или буду заниматься. То есть уважать всю мою, значит, уважать мою жизнь. И как бы все вот это вот с этим связано. Которое им будет поднимать руку. Ну, это так уж, если просто вот брать все в счет. Вот. И, естественно, там, будет уважать свой выбор. Подруги есть у меня проекте. Да я просто с ними хорошо общаюсь. Господи, боже мой. Я только человек, что мне одной хорошо. Вот реально. Верить нет. Я на самом деле люблю быть одна. Ну, то есть побыть наедине. Это мое самое любимое. И помню, когда выходила в прямой эфир, когда гуляла одна, я типа такие, почему ты одна гуляешь? Ну, потому что мне нравится одной гулять. То есть бывают такие моменты, когда я прям хочу побыть одна. Вот. И как бы я даже сегодня задумалась о том, что... Ну, вот я, допустим, сегодня поспала, проснулась, думаю, так, нужно прибраться. Потому что, как бы, болею, не болею. Все равно нужно, короче, привести себя в порядок. И сделала там масочки всякие. Вот. И понимаю, что, блин, как хорошо, когда тебя... Никто ни в чем не упрекает. Потому что, ну, вот знаете, даже условно на обычном примере. Вот хочу я открыть окно, например, да? И кто-то начинает вырещать. Мне холодно, мне жарко, а я хочу просто проветрить. Ну, например. И я понимаю, блин, как кайфово, когда ты просто вот, ну, ни от кого не зависишь. Вот реально делай все, что ты хочешь. Просто в отношениях это тоже, ну, вот, не всегда получается найти единомышленника, который будет тебя понимать. Ну, это как бы с окном эта фигня. Это просто вот утрировано. Ну, то есть, как бы, вот так. Ты выпила? Чего, блин? Если меня выставляют алкашкой, что я там пью каждый день, это не говорит о том, что вживую это так оно и есть. А если вы неинтересны о Жене и Кристопчике, ну, значит, не смотрите нас в неинтересных, не заходите к нам в прямой эфир и отпишитесь, в принципе, и следите только за Женей и своей Кристиной. В чем проблема, я не понимаю, я ее не вижу. И, по-моему, я вам решение проблемы уже даже придумала. Как здоровье? Здоровье могло бы быть лучше. Я уже жду своего выздоровления. Потому что я устала. Устала. Болеть. Вот. А кто тебя кормит, если не выходишь? Ну, я сегодня целый день не ела. Вот попросила, чтобы Леша мне приготовил пиццу. Вот. И, в общем-то, у Леши купила пиццу, поела пиццу и все на этом. Больше не ела ничего. Ну, у меня там есть какие-то фрукты, но что-то вообще какие-то нет. Добрый вечер. Почему все на поляне говорят, что ты много материшься? Ну, потому что больше-то, ну, не за что цеплять человека, понимаете? Вот прикиньте, все матерятся на проекте. И я бы еще поспорила, кто ругается больше, чем я. Понимаете, что все, что вы видите в эфирах, это не всегда есть правда. Ну, иногда нужно думать головой. Я думаю, ну, как бы умные люди прекрасно все понимают и такие глупые вопросы не задают. Матерятся на проекте все. Все. Понимаете? И, в принципе, люди матерятся, это нормально. Ну, как бы... Что в этом такого? Да, это некрасиво, но человек сам выбирает, как ему жить, как ему общаться и так далее. Вот. А то, что вы такие все святые матом не ругаетесь, а я на Африкантову сапожник, ну, это уже, извините, как выставили, я уже ничего не могу поделать. По-другому было бы неинтересно, если бы я на Африкантову была бы этим, как его, аленьким цветочком, блин, который там вообще такой вот расхороший. Понимаете, даже хорошую девчонку, любую хорошую девчонку, которая не ругается матом, которые там вообще высоких жизненных принципов, все равно найдут, за что ее можно, ну, размотать. Поэтому я привыкла. Да, я ругаюсь матом, да, могу выпить, ну, и что в этом плохого? Могу себя позволить, мне 20 лет. Что хочу, то ворочу. Кто у нас не выбивает и кто у нас не ругается матом? Скажите мне, пожалуйста. Так, губы, ну, я уже отвечала про губы, нет, губы я. Подкачиваю. У меня свои губы пухлые, но я их подкачивала. Было время. Какая красивая, спасибо, ты проиграла, человек, и года. Я не прошла во второй этап, потому что мне не хватило всего лишь два-три голоса, чтобы победить Надю. Но все мы понимаем, что... Ой, привет. Все мы понимаем, что у Нади просто служебный момент такой, да, и поэтому мне из-за этого даже не обидно, потому что, ну, я и не ожидала, что за меня будет столько голосов, понимаете? Мне не хотелось всего лишь два голоса, два голоса. Это большой успех, я считаю. Вот. И то, что, как бы, Надя пользуетесь служебным положением, это факт. Ее реально, ну, вот, ну, некоторые там мальчики, девочки, да, там, ну, в каком-то смысле боятся. И поэтому, если бы они проголосовали бы так, как хотелось бы, ну, возможно, это бы обернулось против них. То есть некоторые люди реально боятся, что там против кого-то будет заговор и так далее. То, что это припомнится, потому что, ну, как бы, не буду сейчас отдаваться подробностей. Думаю, некоторые люди, да, там, кто понимает, они уловили эту мысль мою, и, как бы, объяснять дальше не придется. Ну, сколько у вас лобное начинается? Ну, вот сейчас вот лобное, я так понимаю, началось. То есть я понимаю, что на проекте нормального мужчины не встретишь, что-то нечего рода там. Ну, почему, ребят? Может быть, и встречу. Ну, и мне не нужен прям, знаете, супер-мега-богатый там папик. Ну, как бы, я не стремлюсь к этому. Просто мне нужен хороший человек, который не сидит без дела, да, там, развивается как-то. Есть какие-то планы на жизнь, нам, цели. Вот. Поэтому, как бы, это не самое главное. Ты говорила, что встречалась с парнем 5 лет, но тебе 18, ты что, в 13 лет начала? Мне, во-первых, 20 лет, во-вторых, задолбали меня с этим вопросом, поэтому отвечать на глупые вопросы я реально уже устаю. Мне, может быть, ну, запись на диктофоне как-нибудь записать, диктофон, потом вам включать эту запись, потому что я устала реально. Если вы люди тупые, не догоняете, это ваши проблемы, уж точно не мои. И, тем более, это вообще моя личная жизнь, и когда я начала встречаться, тоже вас не должно касаться. Вот. Поэтому все подробности, извините меня, вы профукали, я рассказывала об этом вчера в эфире, да, в принципе, кто со мной давно уже все прекрасно за это понимает. Поэтому, спасибо большое, я попущу этот вопрос, потому что, ну, так хочу. Леша купила пиццу, да, купила пиццу. Ну, Леша и так нас всегда угощает, между прочим. Он всегда девочкам делает вкусную пиццу, вот, и, как бы, это, ну, на самом деле большой труд, в принципе, там, он за свой счет покупает продукты, поэтому, да, я купила пиццу. Но, при этом, при всем, Леша постоянно нас угощает пиццей. Сколько пиццы стоит у Леши? У Леши в шапке профиля есть ссылка на его сайт, где есть весь прайс, поэтому... Он продал тебе пиццу? Нет, я сама просто захотела купить пиццу, потому что Леша и так нас бесплатно постоянно кормит. Но, при этом, при всем, опять повторюсь, он покупает продукты за свой счет. И, как бы, ну, должно как-то это окупаться же, наверное, это логично. Если он будет всех бесплатно кормить, то какой смысл вообще от этого всего? Какой мы валка для лица пользуется? Потом как-нибудь покажу в сторисах. Что за объем ресницы? Это, по-моему, это Риды. Думала ли я об уходе с проекта? Ну, что, прям, серьезно. Нет, не думала, но в моменте хотелось. Цвет глаз шикарный, спасибо. Лобная была уже? Нет, сейчас вот идет лобная. У Кати, Артура, да, все хорошо. Велена на проект. Как тебе на проект? Мне нравится. Конечно, не нравится то, что я болею. Выбилась из колеи, так сказать. Яна, мое самое любимое имя. Спасибо, приятно. Мне тоже нравится мое имя. Даже не представляю, какое имя мне бы еще пошло бы, если бы не Яна. Сколько раз об этом думала, только мое имя мне нравится, в принципе, которое мне подходит. То есть оно мне прям вообще очень эмпанирует. Я бы даже на самом деле так же назвала всю дочку или как-нибудь там... Ну, тоже, короче, так необычно. Ну, в плане того, что там... Чтобы выделялось, так сказать. Ромашка с Бигриной никак. Никак. Они не вместе, ничего по этому. Не додумывайте. Кто тебе неприятель на проекте? Сейчас скажу вам. Привет из Беларуси. Привет. С Дома-2. Сколько куб накачала очень... Повторяюсь. Во-первых, начнем издалека. Сейчас я использую фильтр с увеличением губ. И, скорее всего, вероятнее всего, да, этот фильтр... Ну, типа, увеличивает губы. А вот, потом, второй фактор. Потому что мои губы сами по себе пухлые. И если вы вколите полтора, там, миллилитра, вряд ли у вас будет такой эффект. То есть, да, возможно, но как бы не гарантированно. Поэтому, если вы спрашиваете с целью, чтобы тоже такие губы там плюс-минус делать, то как бы... Нет такой гарантии, понимаете? Поэтому... Какая-то, сколько у меня миллилитров в губах? Я говорю, да. Я губы подкачивала. Делала полтора миллилитра с перерывами. Сейчас, возможно, они рассасываются. Потому что я делала их в последний раз около года назад. Там, может быть, 8 месяцев назад. Не знаю, не помню. Вот. Просто столько вопросов задаете именно по этому поводу. Вот реально. Вот когда даже губы я не делала, вот когда у меня были свои еще губы, меня постоянно задал, говорят, свою у меня губу или нет. Ну вот сделала, говорю, ну сделала. Ну, короче. Просто буду пропускать эти вопросы. Реально. Когда приходят парни? В этот понедельник. Следующий. Ну, который будет. Привет. Ты самый красивый. Уздравливай поскорее. Спасибо большое. Привет. Буду выздоравливать. Ты очень красивый. Никого не слушаешь. Самый любимый участник данного. Спасибо большое. Не слушай бабушку. Надеюсь, что тут следует уже. Где? В смысле, как Мариночку. У Марины, между прочим, муж есть. Рома. Как бы они уже женаты, как там несколько лет. Поэтому что вы придумываете? Какие-то сказки. Я, допустим, такой человек, что, ну вот мне сейчас 20 лет. Я замуж выходить не хочу. Мне это нафиг не нужно. И я не хочу жить по старым понятиям, когда выходили 20 лет замуж, рожали детей. Да нафиг мне это нужно, блин. Я не хочу ставить на себе крест. Я хочу пожить для себя. И вообще, я даже в будущем, ну пока что не представляю себя с детьми. Мне реально это нафиг не нужно. Вот не хочу я детей. Вот не хочу. Что я с этим делать? Ну потому что возраст такой. Возможно. В силу возраста у меня пока хочется как-то, знаете, развиться. Развиваться. Развиваться. Вот. А потом, потом будет суп с котом. Поэтому то, что вы сейчас пишете, там не слушай того, не слушай того. Не переживайте. Я слушаю только себя. Я никогда никого не слушаю. Реально. Никогда. Ну вот мама в последнее время начала прислушиваться, потому что, ну, я в принципе упрямый человек. Кто бы мне что не советовал, я все равно слушаю себя. Но исключение это мама. Маму я слушать могу. Если ты делаешь полтора миллилитра, они рассасываются, ты через год опять делаешь полтора миллилитров, и это не значит, что у нее три миллилитра, или больше там у нее полтора миллилитра, у всех разное до и разное после будет. Ну вот я тоже к тому же. Я в принципе говорю, что в принципе я делала в общей сложности полтора миллилитра. Вот. Ну, может быть, один и восемь. Но это было с периодичностью. И сейчас я уже давно их не подкалывала. То есть первый раз, когда колешь губы, там, неважно сколько ты вколешь, там, ну, до миллилитра, это все идет на увлажнение губ. Это не дает какой-то объем, эффект и так далее. Это просто увлажняется именно, ну, вот, губы увлажняются. Поэтому вообще, ребят, не нужно равняться ни на кого. Я не скажу, вот сколько вот у меня миллилитров. Если я сейчас скажу, что у меня 25 миллилитров в губах, вы что, пойдете сделать 25 миллилитров в губах, поверите мне? Поэтому вообще никого не слушайте. Идите к косметологу и с ним советуйтесь и спрашивайте, сколько вам нужно вкалывать в себя в губы. Понимаете в это вы или нет? Вот. И не забывайте, что у меня фильтр еще стоит. Смогла бы сейчас найти человека и родить от него. Найти человека и родить от него? А нахрена мне это нужно-то вообще? Я не понимаю. Типа, ребят, я нашла человека, просто левого с улицы. Могу сейчас родить, потому что меня попросили в эфире. Здесь что за бред? Вы что, прикалываетесь? Вы реально прикалываетесь? Или вы меня плохо слушаете? Я вам говорю, что я детей не хочу, потому что я еще молодая. И мне дети нафиг не сдались. Сколько стоит пиццу у Адейова? Смотрите, у него прайс-лист на его сайте. Привет всем, кто только зашел. Сколько лет были первоотношения? Блядь, вы вообще вот когда-нибудь слушаете? Вообще внимательно. Я уже второй день на это отвечаю. В историях тоже. Не буду отвечать на эти вопросы, потому что я уже устала одно и то же повторять. Старость не нужна никому. Ну, я сама себе нужна. Я мне, в принципе, никто не нужен, если уж так на это пошло. Если уж так брать. Если прям вообще людей не будет на этой планете. Как бы я сама себя люблю. Мне с собой, ну, типа, прикольно проводить время. Это самое главное. И те, кто постоянно там не могут находиться долгое время в одиночках, значит, что у вас какие-то есть проблемы. Понимаете? Если вас это реально так беспокоит. Есть человек, хорошо. Ту, блин, нету точнее человека, хорошо. Есть человек еще лучше, понимаете? Вот. Когда поймете, не будете задать такие вопросы. Приветик. Расскажи, какие у тебя параметры фигуры. Я не знаю. Молодец, прямая девушка. Ты супер здоровья. Тебе слушаешь себя. Внутренний голос. Молодец, прямая девушка. Мне очень нравится. Спасибо. В Ростове... Нет, в Ростове мамашка маленькая была. Блин, я так хочу в Питер. Вообще, вы бы знали бы. Хочу в Питер, короче. Безумно. На Машках у нас стало похоже. Да, это фильтр, наверное. Привет. Кстати, ребят, посоветуйте мне какой-нибудь сериальчик. Я знаю, что очень хороший сериал, который хвалят все. Это «Содержанки». Насколько я понимаю, это русский сериал. И второй сериал, это «Бумажный дом». Так вот, скажите мне, пожалуйста, кто из вас смотрел эти два сериала? Что лучше? Что начать смотреть сразу? Что потом? Какие впечатления? Я сейчас нахожусь на доме 2. Всем привет. Я на доме 2. Это так круто. Ну, я на самом деле нахожусь в комнате. Ничего криминального нет. Знаете, нахожусь вот в кровати я сейчас нахожусь. «Бумажный дом». Так вот, расскажите про «Бумажный дом». Про что этот сериал? Ну, чтобы так вот сразу понять, стоит смотреть или нет. Что я вот, честное слово, вот кто с вами давно, я смотрела «Дневники вампира». Это хороший сериал. То есть, это было в каком-то, в 19-м году я его смотрела. Меня подружка тогда заставила, короче. И когда мы с ней смотрели сериал, окей, я еще там могла как-то в одиночку тоже посмотреть. Но, но. Там же 8 сезонов, а я, короче, посмотрела, ну, где-то 4 или там 5. И сейчас, естественно, продолжать его смотреть, ну, нет смысла, потому что я уже забыла, что там произошло в последних сериях, которые я смотрела. И я вот не знаю, вот, допустим, я не смотрела уже давно «Дневники вампира», но, конечно же, очень хочется досмотреть его до конца. Как вот вы делаете, когда вы там сбиваетесь с сезонов? Вы смотрите с самого начала, или вы продолжаете примерно с того сезона, с которого вы заканчивали? Ну, тоже такой интересный момент. Блин, волосы, короче, у меня мокрые еще. Я помыла их, и что-то они у меня не высыхают. Сейчас потом будут кривыми. Короче, я планирую сделать косички на ночь, чтобы потом быть гудрявой. Эпидемия, да, это какое-то страшное, да? Не хочу никакие такие страшные сериалы смотреть, хочу что-нибудь положительное, потому что на самом деле не хватает положительных эмоций. Вот правда, не хватает вообще. Пока болеешь, телефон не стоит с тобой или сбирают? Ну, блин, понимаете, если у меня не было сейчас телефона, бы это, получается, тюрьма какая-то. Ничего нельзя, телефон нельзя. Ну, понятное дело, что это уже варварство, если бы телефон бы сбирали у человека больного. В каком основании, извините меня, я болею? Сериал остаться в живых, побег, что-то знакомое. С какими влагерами наблюдаешь? Уже ни за какими, потому что, честно, нет времени. Привыкла к камерам. Да, привыкла, вон, смотрите, ля-ляк, уезжу. Вообще пофиг. Вместе навсегда. Да, что-то какой-то романтичный, да, сериальчик. Есть температура. У меня температура 37. Мне кажется, это нормально. Типа 36,6 и 37, но это типа одно и то же, нет? Ну, типа, я себя лучше чувствую, чем вчера, если уж так, вроде. Вчера у меня почти было, ну, короче, у меня было 37 с копееками. И вот эти копейки, они реально очень, очень повлияли на вчерашнее состояние самочувствия. Вадюшник, Дом 2. Ну да. Это такой сериал есть, да? Наверное, на Ю. Знаете букву Ю? Так, я сейчас пока читаю, что вы мне пишете за счет сериальчиков, которые вы мне советуете. А, еще Элита Курта. Элиту я смотрела, но не досмотрела. Вот понимаете, какая я. Я вот начинаю что-то и не получаю, это не довожу до конца. Меня это раздражает. Я хочу досмотреть Элиту. Сколько там сезонов у нас? Там еще недавно вышли в этом году новые сезоны. Я, короче, остановилась тогда, когда... Я забыла, как его зовут. Ну, это, короче, Арон, который. Ну, короче, когда он, типа, раком заболел. Ну, вот на этом периоде я закончила смотреть. Это какой сезон? Кто мне скажет? Ну, вот как быть в таких ситуациях? Я недосмотрела два сериала, понимаете? Недосмотрела. И как мне это вот, как бы, как к этому вернуться? Заново смотреть мне не хочется. Но при этом все. Я не помню никаких героев. Я не знаю их имена. Вот. Что-то с памятью не то. А может быть, просто не запоминаю, потому что это не так нужно мне. Как вы думаете? Нюхать, смирела. Блин, вот мне так стыдно, что я так много ничего, ну, не смотрю. Там ни фильма, ни сериала. Вот не знаю. Ну, вот как-то вот не посмотрю, короче. Есть вот люди, которые постоянно в сериалах. И, ну, на самом деле, я читала такую фигню. То, что если люди зависимы от сериалов, значит, их личная жизнь не устраивает. Но иногда, иногда, когда плохое настроение, хочется посмотреть сериалы. Ну, именно когда плохое настроение. Когда все хорошо, и вы постоянно на сериалах. Это как бы, ну, не есть хорошо. Значит, вы бежите от реальности. Ну, как бы я так читала. Поэтому, когда вот меня спрашивают, смотрела это, смотрела то, мне, конечно, иногда стыдно признать, что я не смотрела. То, что, ну, блин, если это популярный сериал, какого хрена я его еще не посмотрела. Но, как бы, 50 на 50, наверное. Что за Нюхач, кстати? Вот знакомая. Знакомая. А, по-моему, это какой-то нерусский сериал. А может быть, и русский. Могу ошибаться. Короче, вот Элиту хочу досмотреть. Ники Вабиры хочу досмотреть. Хочу Нюхач тоже посмотреть. Хочу Бумарный дом посмотреть. И содержатки. Сейчас еще смотрю, что вы мне пишете. Где Настя? Ребят, я изолирована пока что от коллектива, потому что я болею. Поэтому все находятся где-то в общем доме. Я нахожусь в Ебдобе. Ой. Так, читаю, что вы пишете. Поэтому пока что минута молча о нем. Какие-то знаешь иностранные языки. Я не знаю иностранных языков. Английский как бы такое себе. Остальные языки не изучались у меня в школе. Поэтому sorry. Русский знаю. И на этом спасибо. Отлично шпреху на русском языке. А английский, ну как бы, ну хорошо бы в идеале его знать. Вот. Ну, пока я живу в Рашке, мне в принципе это не нужно. Вот честное слово. К этому мне как-то пофиг на это на самом деле. Русский знаю. И спасибо большой школе там. Спасибо большое азбуке вкуса. Назад в СССР посмотри. А что за сериал? Блин, вы откуда все так знаете? Вот прям вообще. Ну-ка дайте я прям сфоткую это все. Сфоткала отчаянные домохозяйки. Вот, правда, знакомое название. Но я ничего не смотрела. К большому сожалению. Общаюсь с Максимом. Да, мы переписываемся. Ресницы длиннющие. Ужас. Мне не нравится, не смотри. Ну, слушай, если не нравится, ну самое главное, чтобы ты с такими не ходила, раз тебе это не нравится. А то, знаешь, говоришь длиннющая, а сама, блин, с ресницами по колено ходишь, с колхозными, поэтому. Хороший вечер, я на море пошел. Да, спасибо большое. Клон, посмотри. Малыш, ой, да, я, короче, сижу в ТикТоке, вижу постоянно какие-то отрывки там из сериалов. И оттуда я тоже много чего уже узнала. И, короче, был сериал, ой, был, короче, фрагмент с Надей, ой, с Надей, блядь, я уже все. С Наташкой Рудовой, вот. Это была молодежка, был прикольный сериал. Ой, был прикольный, фрагмент был прикольный, села и не смотрела. Прикол, да, вообще ничего не смотрю. Короче, я вот сейчас буду отправляться в мир сериалов, потому что хочу отвлечься. Вот, время сейчас уже десять, десять часов вечера. Блин, волосы долго сушатся как-то. О, наконец-то я зашла до самого последнего сообщения. Нет, бабушку я не блочила. Какая твоя мечта на данный момент? Я не мечтаю, у меня есть цели, знаете, так как бы банально не звучало, но есть определенные цели. Ну, типа, не знаю, я человек такой, наверное, больше реалист. Я не люблю мечтать, у меня нет вот этих розовых очков. Типа, если я понимаю, что это реально, значит, я ставлю это как цель, там, да, планы на будущее, там, как бы я хотела бы жить, предположим, с кем бы я хотела бы жить, где я бы хотела, к примеру, жить. Это да. Но я исхожу из реальных событий, понимаете, из суровых реальных, вот. Потому что мечтать, ну, это не про меня. Я человек такой. Захотела, ну, как бы, значит, поставила цель. Ну, как бы, мне только в 20 лет я начинаю, как бы, вообще осознавать и вдуплять, кто есть, кто, блин. Ну, короче, пока об этом, мне кажется, рано говорить, про какие-то грандиозные цели. Просто в 20 лет обычно мечтают, понимаете, в таком возрасте. А я уже, не уже, а в принципе, я никогда не мечтала. Ну, не знаю, даже в детстве, по-моему, не мечтала ни о чем. Хотя, может, мечтала, может, я сейчас слишком это все драматизирую. ХЗ. Ты что, ушла с проекта? Нет, я не ушла с проекта. Я не в доме. Болею. Про что у вас идет разговор? Да, про жизнь, про разное всякое. Что за изгиб ресниц? В этот раз-то растила изгибция. Прямо иногда, конечно, хочется вообще снять ресницы и ходить без них. Но с ресницами, согласитесь, кто делает ресницы, они согласятся, что это очень удобно. Встал, умылся, расчесал реснички, бровки. Вот видите, у меня тоже долговременная укладка. Это реально очень удобно. Ну и там припудрился, как бы, и уже красотка. Привет из Украины. Привет. Это мокрый эффект. Слушайте, не в основном. По-моему, обычный какой-то. Вот честно, мне когда делали ресницы, я впервые так долго спала. Ну, вот кто меня знает, тот знает, что я не люблю наращивать ресницы лишь потому, что, когда ты лежишь на этих ресницах, ты не знаешь, куда себя деть. Спать не получается. А если получается, ты просыпаешься от того, что ты вздыхаешься. Вот. Но на проекте у нас это всё, все эти процедуры до 12 часов дня. Поэтому я, к примеру, если у меня ресницы в 8 или в 7, я остаюсь, естественно, рано, прихожу на эти ресницы, ложусь, и у меня просто нет. Просто показываю фотку, как бы я хотела бы сделать, и меня уже не волнует, какой у меня изгиб, какая у меня там длина. Мне бы главное поспать побыстрее, чтобы они меня нарастили. Я уже была красива. Поэтому, честно сказать, не знаю, мокрый эффект у меня, не мокрый. Я спала в это время, когда мне это всё рассказывали, возможно, а возможно, не рассказывали. Долго ты на проекте? Я на проекте, ну, месяц с какими-то там копейками. У вас сколько просыпаетесь на доме 2? У вас есть какой-то режим? Конечно, есть режим. Без режима это было бы вообще борта. Просыпаемся мы в 12 часов дня. Вот. Отбой у нас, ну, как бы пожелание уже, да, после 12 часов ночи, когда будут такие вот дела. Кхе-кхе-кхе. Видите, опросики мне тут пишут. Так. Как поддержишь фигуру? Я? Никак. Я вообще, кстати, не заморачиваюсь по этому поводу. Вот реально. Было время, когда я так сильно переживала за отвес, за привес. Сейчас так посрать. Вот реально. Это так кайфово, когда тебя ничто вообще вот не заботит на самом деле. Потому что я жила год, даже больше, два года в переживаниях, что я толстая, хотя я была очень худая. То есть я прям исхудала. Под влиянием общества была еще просто несформулированная, возможно, личность. Несформированная, точнее. И, короче, видимо, под влиянием общества вот так вот все получилось. А сейчас, господи боже мой, я знаю, кто я. Я себя люблю. Все не уважаю. Это самое главное. И то, что там это самое. Ну, желаю только всем такого же, понимаете, состояния. Конечно же, есть там какие-то личные проблемы, там переживания по поводу всего пятого-десятого. Конечно, есть стресс на проекте. Ну, такие вообще мелочи, вот реально. Я, короче, очень, знаете, хочу снова жить и вообще ни о чем не переживать. Чтобы было меньше черных-белых красок. Потому что раньше вот я прям жила, вот как в детстве, знаете, вот в детстве. Ты замечаешь просто все. Любую букашку. Просто вот мечтаешь о пятом-десятом, да, там как-то у тебя все прекрасно, все красиво. А когда ты взрослеешь, ты понимаешь, что, блин, столько там проблем вокруг тебя крутится. Ты забываешь про всю эту красоту, которая тебя окружает. Это так как-то... А года-то идут, понимаете, в чем фишка. Дни летят. Один день просрал, второй день просрал. Вот я уже два дня просрла в своей жизни, потому что я болею. Спасибо большое тем, кто скрывает свое плохое самочувствие у нас в коллективе. Никого, конечно, не обвиняю, просто как бы к слову. Спасибо большое. Что думаете о других людях? Просто спасибо. Два дня я просрла из своей жизни. Два. Ровно два. Я даже в телефоне не сижу. Я просто подыхаю. Спасибо большое всем за внимание. Огромное спасибо, блин. И в титрах просто, кто мне помешал. Как же потом вообще нормально жить тут? Если тут о других не думают. Вот сейчас встала, у меня голова закружилась, ребят. Волосы у меня... Да вообще просто. Голова грязная? Нет, она у меня мокрая. Я так и знала, что буду так писать. Я помыла волосы, у меня нет фена. И я их сушу вот таким способом. Хочу заплести копейки. И вы, суки, блядь. Голова грязная, блядь. А свою помыли или нет, блядь? Вот лишь бы вам сказать. Просто вы такие, блин, вот змеи. Вот реально по-другому вас, блядь, не назвать. Вот реально. Как сами потом не материться? Когда люди вот такие вот какие-то на негативе полнейшем. Я помыла голову, блин. Что вам еще от меня надо-то, я не понимаю. Вообще, что от меня хотите? Я общаюсь только с адекватными людьми, понимаете? А с неадеквашими я не хочу иметь дело. С Машей Давидовой, да, переписываемся иногда. Какой ужасный кашель. Так, 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 пропустила опросы. Чем лечит? Я сама себя лечу. Не, вон, видите. Столик с лекарствами, которые у меня были. Лечусь. Ответ на вопрос. Вот, типа, у вас правило 60 дней, если парень, девушка без отношений домой, там люди сидят очень долго, кто без отношений. Почему их не берет с проекта? Не знаю, по-жимому, увидим. Вот. Мне кажется, что те люди, которые здесь без отношений, да, более 60 дней, значит, они интересны как личность, да, там, единая, целая. Поэтому, в принципе, не могу ответить на этот вопрос. Если Борзиков к тебе пришел, ты его рассмотрела бы, не знаю, не знаю, потому что знаю лишь одно. То, что он встречался с Мариной, и там было не все очень хорошо, поэтому скорее нет чем-то. Тем более, нафига мне встречался с человеком, который встречался с моей тетей, ну, типа, не знаю, я, конечно, ничего против не имею, но, как бы, тогда, если было все не очень да гладко и хорошо, то нафига мне вообще о нем сейчас думать и рассматривать его как потенциального жениха. Ну, нравлюсь, нравлюсь, и что дальше? Дальше. Приятно, спасибо. Дальше, ты что? Запись ночного эфира, да, сколько идет? У нас с камерой работа 2-4 часа в тексте, потому что никто не знает, в какой момент будет какой-нибудь стрэш, поэтому у нас снимай 2-4 часа в сутки. Просто я имею в виду то, что после 12 часов ночи ты можешь спокойно лечь спать. Правило. Понимаете? По правилам. А продукт вам покупают? Да. Вам часто разрешаю уезжать за периметром? По необходимости. Ты классный, спасибо. Ты на доме 2? Да, на доме 2, успокойтесь. Нормально. Что-то вы какие-то тухленькие, чего вы ничего не пишете. Привет, 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 хочу прийти к тебе. Знаете, хочу и иду, это вроде подразумевает одно и то же, но вот это, я тоже много чего хочу. Бери и делай. В понедельник увидим, насколько ты хочешь прийти ко мне. Ну, то есть я вот это вот постоянно вижу, там, хочу к тебе прийти на проект. Господи, а что мне от твоего хочу? Решил, иди. Дальше посмотрим. Как тебе, да, у человека, как ведущий. Нормально. Хорошо отношусь ко всем, поэтому, поэтому, как-то так. Ой, ребят, короче, не знаю. Сейчас хочу посмотреть сериал, и знаете, я вчера тоже так говорила, а в итоге что, а в итоге я не посмотрела сериал. Я не знаю, мне очень сложно что-то начать делать, вот реально. Я же понимаю, что вот сериал затягивает, да? Если я сейчас начну смотреть, то получается, я в него затянусь, и буду всё в своё время отдавать именно этому сериалу. Поэтому это, наверное, меня как-то, моя какая-то, не знаю, защитная реакция организма. Короче, не знаю. Такая настоящая. Ну, а чё, чё? По-моему, так и должно быть на этом, на этой земле. Какую книгу в последний раз читала? Вот, у меня есть с собой книжка. Я взяла её сюда, пока болею. Она у меня заклеена, поэтому название вы там не увидите, потому что это реклама, да. Ну, то, что мы на проекте всё заклеиваем. Вот, ну, книжка называется следующим образом. Автор Михаил Лобковский. Называется она «Хочу и буду». Ну, я там уже на какой странице? Ну, там, на 100 какое-то там. Вот. Но нужно, короче, её прям довести до конца, потому что книжка, ну, нормальная. Но я ждала большего, честное слово. Типа, знаете, просто он излагает свои мысли, просто, ну, с какими-то соглашаюсь, с какими-то, ну, не особо. Просто, типа, изложение какое-то собственных мыслей. Губы давно делаешь. Да, господи, боже мой, делала пару раз губы, хватит, уже спрашивают про губы, блядь, заебали. Когда были последние отношения? Я, конечно, всё понимаю, возможно, вы присоединяетесь как-то, ну, в хаотичном порядке. Но я же выкладываю историю, понимаете, с вопросом и ответом на вопрос. Неужели так сложно просто запомнить? Ну, как бы, если вас это интересует по-настоящему, вы, как минимум, просто запомните этот ответ для себя, который вам так вот интересен. Если нет, то абы для того, чтобы хоть что-то спросить, ну, не нужно. Не нужно, потому что я уже устала отвечать на дни те же вопросы. Вот если я вас буду спрашивать, как тебя зовут, как тебя зовут, как тебя зовут каждый день? Нормально будет, всё, ну, как бы, всё ок. Я, наверное, сейчас случайно не худеешь, если, да, только как, помню, момент была подписана на тебя, когда ты разного детства. Ой, дет не работают тогда, когда это всё было, ну, закончилось всё печально. Я была очень худая. А сейчас, конечно же, не худи, нахрен нет. Я холостом, мне 37. Они хотели бы с тобой познакомиться. Если я подружу, ты в порядке? Чего? Не, нам, видимо, не по пути, я тебя уже не понимаю. Делала нос? Нет, не делала. Что-то такие вопросы. У тебя виниры, ну, по-моему, видно, что у меня свои губы и свой нос. Или вы меня так, ну, подкалываете? Типа, я просто не понимаю. Может, это новый способ троллинга? Делала зубы, виниры, делала нос. Или у вас просто, типа, какие-то, я не знаю, вопросы, которые вы копируете, короче, и потом каждому, там, участнику проекта просто вставляете в эфир, отправляете специально, чтобы обвесить, блин. Не понимаю вашу, на самом деле, позицию. Хабалка. Да, я такая. Жду трамвая, кстати. Приходите. Я свободна. Что чаще всего готовишь? Хороший вопрос. Ну, может быть, какое-то мясо, типа, там, плов, не плов, ну, что-нибудь такое, типа, домашнее. Нет такого, что я там готовлю какой-нибудь там сельдерей с морковкой. Ну, что-нибудь такое. Если уж готовлю, то готовлю что-то вкусное из домашней кухни нормальной. Ну, явно не пельмени варю. Как бы это уж совсем, блин. Что там надо, заявку подать или что? Так ты говоришь, я хочу к тебе и иду к тебе. То как же ты вот так вот хочешь, что ты даже не знаешь, чтобы сюда попасть? Вот захочешь, разберешься сам. Мужик, который знает, что ему нужно, он берет и делает, и никого не спрашивает, понимаете? Поэтому, судя по всему, по вот этим твоим сообщениям, ты мне уже не нравишься. Что ж ты какой-то, какой-то несамостоятельный, молодой человек? Кто, по твоему мнению, самая красивая девушка, находящаяся в ясном проекте? Только честно. И я, я самая красивая девушка на этом проекте. А еще высокомерная ублюдина, бездарная. Ну, как меня любят называть. Я королева проекта. Яна Африкантова, да-да, это я. То есть, классно, это спасибо, я знаю. Мы тебе не враги, да. А кто скажет, что вы мне враги? Господи боже мой, я ко всем открытой душой. Все хорошо, все в порядке. Первое, я никогда не начинаю. Но если я продолжу, если вот он начнет, то я продолжу. Кстати, мне вот интересно, лобная идет еще или нет. Ты такой милый, я люблю тебя, ты милый человек, да ладно. Ой, бля. Я, конечно, все понимаю, но до такой степени. Я, конечно, понимаю, что у вас нужен скучный эфир, да, там на... Нравится ли вам ваше имя, как обычно называют? Обычно называют Янчик, Яночка, Януля, там, ну, короче, там, уменьшительно-ласкательным. То есть, меня устраивает мое имя, мне очень нравится мое имя. Не воспрямился уж таки. Весь мир не против тебя. Да я знаю. Просто я не люблю, когда люди, понимаете, ну вот настолько, не знаю, либо тупые, либо они просто... Энергия на тупых людей. Когда они задают тупые вопросы, меня вот пукан рвет. И это не потому, что я трачу там свою божественную энергию на них. Мне не жалко, просто я вот такой человек, что вот, ну, типа, чтобы они уже сразу поняли, что они тупые. Но его по-другому, это, ну, никак меня вызвать. Ну, вот никак. Вот что-то стоят там и не понимаю, тупят. Твоя бабушка всегда была такой, все, конечно. Ты тоже ешь на обед и ужин, тоже. Ты тоже ешь на обед и ужин, то же самое. Да нет. Туда по-разному настроение, ребят. Ну, что захотела, то съела. Нет такого, что я там питаюсь. Одним и тем же. Ну, захочу, буду. То есть, как бы так. А разве без знакомых возможно туда попасть? Конечно, возможно, господи. Не, она обезьяна. Ну, да. Семы произошли от обезьян. Ну, это не точно. Теория, как бы, хорошая, но не точная. Тебе не бывает стыдно за своих родственников? Мне стыдно, что делать? Не могу ничем помочь, потому что меня вообще нормально здесь устраивает в моей жизни. Ладно, ребяточки. Наверное, я уже пойду... Пойду заниматься своими делами. Вы, кстати, просили, чтобы я выходила в прямой эфир. Вот, пожалуйста, выхожу. Так что давайте. Всем хорошего вечера. Не хворайте. Всем пока. Всем пока. Кто тебе нравится на проекте? Да никто мне не нравится. Зачем бабушку заблокировать? Блин, вы реально? Вот реально, что ли? Я не блокирую бабушку. Я уже сама себя бешу, что я, получается, отвечаю на эти самые вопросы, которые... Ну, не хотелось бы отвечать на них, потому что они тупые. Вот, ну, как бы уж поделать. У тебя голос акцент похож на бабушку. Ну, и что? Хорошо. Пусть так. А ты еще в доме два. Бля... Народ, вот адекватные люди, вот там, 88 человек, которые сейчас меня смотрят, но почему-то все смотрят как бы... Но не пишут. В тихушку, да? Вот как вы считаете, люди, которые мне задают одни и те же вопросы, они давно издеваются или как? Просто я могу выписать топ-10 тупых вопросов в своем эфире или просто в моем профиле, блин. Она сказала, что заблокировала. Никого не блокировала. У бабушки миллион аккаунтов, она уже в них запуталась, короче. И все на этом. Все. Пока. Я не агрессирую. Такая красота, только спасибо. Так, все пишет. Покажи, как думать твой отца. У меня родители, мама и папа, они не публичные личности, поэтому я не буду никого выставлять. Я же как бы... Смотрите, у меня аккаунт, вот я веду аккаунт, ну, о себе, да? Мой блог именно обо мне. Нет такого, что я там выставляю все подряд, потому что, как бы, ну, не всем это будет нравиться. Понимаете? Чем увлекаешься, кроме дом 2? Я сейчас нахожусь на доме 2, и поэтому... На доме 2 свободного времени очень мало. Я просто давно не смотрела, кто там осталось, не знаю, поэтому спросила. Я на доме. Все хорошо. Я не знаю, сколько я еще буду лечиться. Вот правда. Я не хочу болеть. Такие, конечно, вы спешные были. Скорее, что выздоровление. Спасибо. Короче, наверное, нужно пойти заварить чаек или молоко, попить с мелом варячим. Что у меня прям сегодня очень быстрый день прошел. Короче, девочки, мальчики. У вас как-то волнообразно, понимаете? Вы тут пишете, тут нет. Я просто такая сижу в ожидании чуда. Входило, что не подержу на 2. Ну, ребят, я уже здесь. Ты где? Я бы ответила. Но не могу. Как вы думаете, в этот понедельник, если будет... Мы к нам по-любому должен быть. По логике вещей. Вот. Придет ли нормальный парень? Наконец-то я буду в отношениях или нет? Потому что я уже устала быть одна. Ну, как бы проект про отношения. И, конечно же, когда ты находишься на проекте, где строят любовь, ты не можешь, типа, забить на это. Тебя это постоянно беспокоит. Типа, постоянно спрашивают. Яну, кто тебе нравится? Я понимаю, что мне никто, ну вот, не нравится. Вот у нас 9 свободных одиночек. И у них такая же история, понимаете? Я не одна такая. Так суть в другом, что я уже хочу нормальных отношений. Потому что без отношений тут очень сложно, тут очень грустно без отношений. Очень грустно без отношений. Вот если в обычной жизни, да, там, как будет, так будет, типа, через год отношений, там, через полгода появятся. Полевать, ты же занимаешься своей жизнью, и обычно об этом вообще не думаешь. А когда ты на проекте, я, конечно, ну, типа, ни на что не жалуюсь. Я, наоборот, говорю о том, что я уже с нестерпением жду понедельника. Потому что для меня это просто уже праздник, как Новый год. Понимаете? Приходят новые мальчики, новые лица. И вот я думаю, как бы, на этот раз повезет или снова будет, ну, такое себе. Мне уже обидно от того, что, как бы, ну, вот не получается. Но я знаю, что, как бы, все, что делать, все к лучшему. И я ни о чем не жалею. Как бы, пока я одна, значит, так нужно, да? Значит, так нужно. Можете таки поснимать. Короче, ребят, мне нужно расчесать волосы. Они у меня высохли практически. Ой, я без линз ничего не вижу. Как раз хотя бы глаза отдохнули, понимаете? Потому что я постоянно в линзах хожу для зрения. Ну, конечно, есть очки у меня. Ну, что ты, кстати, с очками? Ой, я перестала ходить. Просто реально, я как будто в изоляторе, прикиньте. Ну, типа, у меня просто, ну, как бы... Ну, что, конечно, не жалость, но мне не хватает общения. Вот правда. Мне не хватает общения. Мне не хватает движухи. Короче, что мы будем сам делать? Я сейчас буду заплетать коф. У меня есть техноручные материалы для этого. Значит, сила. Тут у меня такой, значит, этот самый. Бейте столик. Еще поставлю вас поровнее. Буду читать ваши смс-сообщения. Как полюбить себя? Ответь, пожалуйста. Ну, не знаю. Я на самом деле... Нет, я люблю себя вроде, а иногда нет. Ну, как бы по настроению. Мне кажется, у всех людей. То есть нет такого, что... Нет, мне кажется, человек, который любит себя на миллион, это нарцисс, да? Который там вообще никогда не парится, ни почему. Как бы я такой человек, что я себя люблю. Меня все устраивает в себе. То есть я себя уважаю, но бывает, иногда есть заморочки. Поэтому это нормально. Если у вас так же, то знайте, что вы не одни. Таких много людей. А люди, которые живут и кроме себя никого не видят, это уже высокомерие, это уже плохо, это уже наглежь. Ну, как бы, ну, тоже имеет место быть. Как бы не знаю. Не парьтесь, самое главное. Если вы себя не любите, подумайте из-за чего. То есть над чем вам нужно поработать. Может быть там... Может там внешность, еще что-то. Ну, сделайте что-то, что вас будет радовать. Хотите похудеть? Похудеть. Не хотите худеть? Не худейте. Боже мой. Ну, предположим, да, там... Хотите сделать губы? Ну, сделайте губы. Там, не знаю, хотите покраситесь в другой цвет? Покраситесь, перекраситесь. Хотите стрижку там новую, уже там 10 лет? Ну, решите уже на нее, я не знаю, там. Хотите хорошо выглядеть? Ну... Ухаживайте за собой. Летем! Интриги! Расследование! Береги в себе эту милую девушку. Господи, все хорошо. Все под контролем. Я вот, кстати, не знаю. Смотрите, у меня, короче, три резинки. Но я еще что-нибудь придумаю. Сколько свободных вас парней? Раз, два, три. Три парня, что-то свободно. Так, что пишите там? Так. Зачем камера в комнате? Потому что в этой комнате живут пары. Везде тут камера, понимаете? Нет, идея, я бы не помирился с Фрэнской. Сколько тебе лет? Мне 20 лет. Сколько до реснички? Объем три. Волосы бомбы. Да, спасибо. Еще бы нормальных уложила. Потому что у меня тут вообще ничего нет. Ни вены, ничего, блин. Сохну так. Поэтому, девочки, лайфхак. Когда у вас с головой, с волосами проблемы, плетите косички. На ночь. Мой характер похож на твой. Я не боюсь говорить правду, но это многим девкам не нравится. Не нравлюсь. Которые начинают наезжать. Да, это нормально. Агрессион к тебе придет? Да, с чего он должен к мне приходить? Почему говорят, что Марина тебе сестра, если она тебе тетя, если ее мама? У меня уже мозг сломался. Ребят, вообще, не сбивайте себе всякой ерундой голову. Вот какая вам разница? Наслаждайтесь прямым эфиром. Я вот, допустим, плету косички. А вы что делаете? А любовь они тоже при камерах занимаются. Нет, отворачивают камеры. Типа, они просят, чтобы отвернули камеры, и они отворачиваются. Так. Губы свои. Нет, чужие. Я пришла, чтобы причитать твои волосы. Я пришла, чтобы причитать твой голос. Господи, Боже мой, кто-то балует за переводчиком. Забавная история. Уже пол-одинстого, ребята. Да уж. День быстро пришел. Кому пришел Гриц? Кахнул к нему. Тоже пришла. Откуда вы это берете? Просто я не понимаю. Вот так рождаются услуги, а потом будут спрашивать, задалбливать меня этими вопросами. Кто кому пришел, кто куда вернулся. Ребята, смотрите эфиры. Никто никуда не пришел никому. Ой. Косички-то распадаются у меня. Смотрите-ка, однако-то как. Короче. Это бесполезно. Берем. Реценка сам говорил, что идет на пранк тебе. Да господи, это был, возможно, пранк. Когда он такой говорил? Мне просто интересно, откуда у вас эта вся информация? Почему я это не знаю, а вы это знаете? То, что в группах пишут, это просто слухи. Поймите это вы уже наконец. Если вы это слышите из главных уст, допустим, от меня или от самого там мальчика, то ок. А верить группам, ну это как минимум глупо. Вот реально, мы же не в детском садике. Вы что, реально всем верите, там, прохожим? Как долго планируешь быть на проекте? Я никогда не планирую наперед. Я живу одним днем, понимаете? Как будет, так будет. Поэтому никаких у меня планов нету. Не люблю планировать, правда. Вот не люблю планировать и давать какие-то сроки себе там или другим. Короче, резинок у меня мало. Вот я реально как в тюляге какой-то, блин. Смотрю тебя по телеку и туда. Что там, кстати? Я что-то эфира, кстати, не смотрю. Ну, нет, смотрю иногда. Я уже не помню, что там. Что там неделю назад было. Реглицинка написала пост, что у него баттл был с чекованием. Очнитесь, люди, что вы пишете. Ну, вот. Пятое число, ребяточки. Вот скажите мне, пожалуйста, пятое сентября. Это какой был день недели? Если это был воскресенье, то этот человек года. Значит, Кахно приезжало на шоу. Все верно. Будут приехать в качестве экспертов. Ну, наверное, это тоже логично, да? Сегодня в эфире было как-то ссорилось с Аленой. Вот что потом было. А когда-то было просто... Что-то я не поняла в лайте или где. А зачем много коз? Две достаточно, чтобы были волосы кучерям. Я хочу, чтобы было больше эффекта. Не хочу, чтобы волосы там подержали эффект, там, не знаю, пару часиков и все на этом. Просто когда маленькие заплетают козички, тогда больше эффект держится, дольше. Парни у вас, конечно, тухляк. Вот я о том же, понимаете? А еще мужики на нас, пацаны гонят баб, потому что, как бы, никто никому не нравится. Мне кажется, что, ну, парней нужно гнать, потому что бабы – это сила. Вот бабы постоянно там срутся, сутся, волосы выдирают. Уже какой-то, ну, интерес, да, появляется у зрителей вообще, в принципе, да, там интереснее бабы живут, чем мужики. А мужики че? Жрут, спят, бухают и ничего не делают толком-то. Флирт. А, еще хорошее, что мы с ними флиртовали. Да пошли вы в жопу. А еще не хотите что-нибудь, я не знаю, там? А вы заслужили, мальчики дорогие? Ну, вот такие вы тоже интересные. Так, че пишите? У тебя корни будут прямые, а снизу кудрявые кончики будут в разные стороны, потому что ты их зажимаешь. Так, да плевать, на самом деле, просто это лучше, чем волосы, которые влажные и не высушены феном. Я, кстати, вот, когда делаю такие кудряшки, меня потом все спрашивают, на какую блогу ты это делаешь? Вот, пожалуйста, лайфхак, девочки. Берем перед сном, делаем косички, плетем, и все. Вечерний фер... А, уже вечерний вышел. Приколдай сну. Ты, кстати, нормально общаешься? Я с ней, в принципе, не общаюсь. Вот я не знаю, блин. Такой тоже, блин, момент был смешной, но, типа, мы с ней не общаемся, она начинает меня вообще как-то трогать. Нахрена вообще смотреть в мою сторону, если мы с человеком не общаемся? Просто вопрос хороший. Густые волосы, да, спасибо. Пацаны, ни о чем, реально на девочек похоже, ноют. Да вот именно, блин. Чего вы меня пугаете? Сделай рентген легкий, у тебя жесткий кашель, и это не очень хорошо. Чего вы меня пугаете, блин? Спасибо большое тут. Нихрена это особо ты не разгуляешься. Кашель как кашель, пройдет. Но обычно после этого начинается всякая не очень хорошая история, но в любом случае я еще тот параноик, но в этот раз у меня почему-то ну, спокойствие, потому что я на самом деле реально паникерша. Ринь, ну делай легких сделай. Ну, пойду сделаю. Ну, просто чего вы меня пугаете перед сном? Прикольная такая, ну а что? Когда Настя приходит? Конечно, я сказала, вот посмотрим, как ты меня не забудешь. Я просто сказала, что я в пятой комнате буду. Ну, пришла бы мне вчера, сегодня приходило утро. Косички для кудр... волосы я просто помыла, они у меня влажные. Правильно, парни, гоните, сидят, ничего не делают. Ну, вот именно. Вот реально мужики стали как бабы. Вот что есть, то есть. Кого не возьми, все с какими-то женскими повадками, все с какими-то жизненными этими установками бабскими. Ну, что за бред, блин? Динамальные мужики. У вас есть на номер два врачей? Нету. Завтра будет женское голосование. Что же? Нет, бигра на нержении. Я не в отношениях. Что-то подыхать-то не хочется. У тебя корона? Да, господи, нет, не корона. Я не знаю, нет, вряд ли корона-то. Просто кашель на свадьбе температура. Простуда обычная. 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 что у нас там с резиночками уровень, ну не знаю нет, не вызывали врача не знаю, вот вы меня сейчас напугали мне вот сейчас такое желание пойти, реально, блин как он называется а что, реально кашель съели? не, ну я слышу, что кашель как бы такой мощный знаете, вот еще когда я одна сижу здесь в комнате, у меня больше страх нагоняется, особенно когда вы мне такое пишете, я так, конечно, понимаю что предупреждает, значит, вооружен но я такой человек, как бы я постоянно какие-то еще болячки, еще что-то такое типа а вот прямо сижу, я прям чувствую что вот, возможно, я себе уже напридумывала я прям чувствую, что у меня как будто температура поднимается отдыхать не хочется залипать на плитеж, ну да ты ко всем, девочек, относишь нормально или нет, это тут самое милое я как бы ко всем изначально априори хорошо отношусь, но до поры до времени если меня начинают трогать я молчать не буду выскажу все, что думаю но в плане не то, что мне пофиг, кто как живет, каким образом жизни но если меня трогают, обзывают то я скажу, кто ты, блин напомню, блин, место откуда ты приехала, блин, колхозница общаешься с Леной да, а что мне с ней общаться? мы в принципе не общались тело болит вчера, как бы да, у меня была ломота сейчас я прям чувствую, что у меня такое задорможенное чувство типа вот, я вот сейчас сижу, плиту эти косички пока мы с вами болтаем я прям чувствую, что хочется уже поспать лечь прям реально слабость меня это реально настораживает может быть я сильно придумывала потому что вы мне спишите всякие страшилки надо температуру еще померить почему сиськи такие маленькие ну хорошо, что они до пяток свисают ну как у некоторых, как у вас, блин, дойки нормально все, девки, косички готовы вот что приходится делать, когда всего лишь есть три резинки вот, пожалуйста, прическа готова нужно еще там сделать фу, башка вообще реальный кипяток сюжет, конечно, такая, блин, тут как в темнице бигрины ни с кем не строят отношения насчет сухого кашля спрашивают ну у меня был позавчера сухой кашель я, короче, пила много горячего теплого поэтому у меня, как бы, стал отходить мокрота да, вот такая вот подробная информация я, ну, пью, короче, сиропчик помогает вроде как ты в изоляторе, нет? у меня в изоляторе, я в доме, в комнате вот, пью как раз-таки ну, так, если подумать сижу одна, никому не нужна парня нет позаботиться никто не заботится поэтому никто, кроме родителей вернее, никому вы, кроме родителей, не нужны поэтому живем тебя навещают, хоть пока ты полеешь сегодня меня навещала Настя это было с утра а потом я спускалась, короче, вниз на кухню там был Леша мне сделала пиццу и все на этом мое общение заканчивается в прямом эфире с вами я реально, блин, сижу и я уже реально задумывалась о том что, блин, какого хрена вообще все так происходит почему мне заболело эти родители подводят тебе сюда лекарства или вкусности я лишний раз не тревожу родителей чтобы они не переживали потому что они и так за меня переживают за эфиры там то, что меня обижают поэтому я лишний раз не говорю что у меня там как-то все плохо сказала то, что да, приоболела но при этом при всем вот мне сейчас как раз папа пишет может быть какие-то лекарства тебе привезти туда-сюда потому что лекарства тут как бы их нет ну что, ребят значит, одна подруга да просто господи я на самом деле никакие вот прям важные мысли и домыслы именно не вкладываю какой-то прям великий смысл в слово подруга ну господи, боже мой ну дружим мы дружим ну как бы не враги же поэтому говорю, что дружим ну типа дружим потому что мы не враги что еще, блин бедолага да, все нормально прорвемся капли к вселенной против ой, ужасный капли к вселенной такая вообще от них привычка потом почему-то мне не излечиться так я же на доме 2 это мой второй дом хуже если парень есть они заботятся ну это да ну как бы у меня были такие парни которые в принципе обо мне заботились и без всякого там якого то есть мне не приходилось там просить как бы это было ну у нас было взаимопонимание то есть как бы подобное притягиваю подобное я там забочусь я бы мне заботиться поэтому с этим я проблем никогда не знала не знаю у меня напугали реально вдруг у меня коронки отдыхать не хочется очень честное слово особо ты ни с кем не поговоришь на эту тему потому что никто и не знает да вряд ли корона господи какая корона боже мой не морщинь так сильно лоп да у меня с детства эти морщины ну не морщины в принципе мимика у меня такая поэтому морщинь не морщинь все равно такое бывает кстати прикольно да косички не сегодня все не прописали вроде пробивать так дело в том что ксилен капли в принципе действенны но вызывают зависимость то есть как бы потом нос не будет дышать у тебя если ты будешь ему больше там 7 дней пользоваться потому что они очень сильно вызывают перевокание я один раз ими капала-капала и потом вообще не могла уснуть потому что нас вообще не дышала и ты опять капаешь вроде они помогают и с каждым разом все хуже и хуже все реально ой тьфулин зачиталось ваше сообщение глупые реальные вопросики бывают у вас короче все я пошла лечиться расскажи я хочу рассказывать сам красивый спасибо все ребяточки всем споки ноги ложитесь спать высыпайтесь пусть вам снятся хорошие сны не грустите по пустякам все будет хорошо все всем пока